Добрый вечер. Сегодня у нас 9 марта и этот выпуск посвящен к обзоре Украины поэту, художнику Тарасу Шевченко. Будущий Кобзарь родился в селе Моринце Черкасской области Украины в семье Крепостных. Рано осиротел и в 24 года его выкупили и сделали свободным. Среди интересных фактов о его жизни я хотел бы выделить следующее, что при жизни Тарас Шевченко был более известен как художник, нежели как поэт. Его учителем стал известный русский художник Карл Брюлов, представитель классицизма и романтизма. А в 1860 году Тарас Шевченко стал академиком гравировки Российской Императорской Академии Искусств. Тарас Шевченко был азартным игроком. Любил светское общество, был частым посетителем разных собраний, вечеринок, мероприятий. Живя в Петербурге, Тарас Шевченко в основном зарабатывал написанием портретов, что позволяло ему вести достаточно безбедную, а даже иногда и очень хорошую жизнь. Он любил модно одеваться. Кроме этого, что следует отметить, что за свою жизнь Тарас Шевченко прожил в Украине только лишь 15 лет. У Кобзаря две могилы. После смерти Тараса Шевченко захоронили в Петербурге. Однако спустя два месяца перезахоронили в Украине. Любимым напитком Тараса Шевченко являлся чай с ромом. Он также любил кофе с кофе по-венски. Кофе со взбитыми сливками. Среди цитат я хотел бы выделить следующую. Учитесь, читайте, и чужому учитесь, и своего не отвергайте. Спасибо за внимание. Увидимся завтра.